Триколор ТВ Обновление программного обеспечения приемника для устройств моделей GSU-510, GSE-501, GSE-502, а также обновление программного обеспечения приемника для устройств моделей GSC-591 и GSC-5911. Обновление призвано повысить стабильность приема услуг Триколор ТВ. Для обновления программного обеспечения воспользуйтесь следующей инструкцией. На всякий случай возьмите бумагу и ручку. Нажмите на пульте кнопку «Меню». Выберите пункт «Личный кабинет» и нажмите «Ок». Запомните или запишите номера, находящиеся в графах «Версия ПО приемника» и «Версия ПО модуля». По окончании процесса обновления версия программного обеспечения приемника должна измениться на 2.5.617, а версия программного обеспечения модуля на 0.0.243, 0.0.244 или 0.0.245, в зависимости от модели вашего приемного оборудования. Если вы уже обновили версию ПО модуля до указанной на экране в период с 19 ноября 2015 года по 30 июня 2016 года, повторное обновление ПО модуля не потребуется. Необходимо обновить только ПО приемника. Для обновления программного обеспечения приемника вам необходимо совершить ряд действий. Внимание! Если вы используете систему для приема цифрового спутникового телевидения с двумя приемниками, вам необходимо обновить ПО приемника клиента GS-C591 или GS-C5911, обновить ПО приемника сервера GS-E501 или GS-E502, обновить ПО модуля приемника сервера. Чтобы обновить ПО приемника, вам необходимо совершить идентичные действия и на приемнике клиенте, и на приемнике сервере. Для начала выключите свой приемник из сети. Затем включите и перейдите на канал под номером 333 в общем списке. Через несколько секунд на экране появится сообщение о необходимости обновления программного обеспечения приемника. При появлении сообщения выберите «Ок» для начала обновления. Процесс обновления обычно занимает 5-10 минут. По завершении обновления ваш приемник автоматически перезагрузится. После обновления ПО приемника на устройствах GS-U510, GS-E501, GS-E502 также необходимо обновить ПО модуля, если вы не производили обновление ПО модуля в период с 19 ноября 2015 года по 30 июня 2016 года, и текущая версия ПО модуля отличается от указанной на экране. Для этого снова переключите приемник на канал под номером 333 в общем списке. Через несколько секунд на экране появится сообщение о необходимости обновления ПО модуля. При появлении данного сообщения нажмите кнопку «Ок» для подтверждения. После согласия на обновление на экране начнут появляться служебные сообщения о процессе обновления. Сам процесс займет около двух минут. Пожалуйста, не забывайте, что во время процесса обновления нельзя отключать питание оборудования. В противном случае возможен выход приемника из строя. После завершения обновления нажмите на пульте кнопку «Меню». Откройте приложение «Личный кабинет» и убедитесь, что обновление произведено успешно. Все в порядке, если версия ПО приемника изменилась на 2.5.617, а версия ПО модуля на 0.0.243, 0.0.244 или 0.0.245 в зависимости от модели вашего приемного оборудования. Если версии отличаются от указанных, обратитесь в службу поддержки абонентов Триколор ТВ. Поздравляем! Обновление прошло успешно. Удобного и приятного вам просмотра. Ваш Триколор ТВ.